Всем привет, зрители канала Едоки, я Штукенца, и сегодня я хочу вместе с вами попробовать квас. Квас, который называется Царские припасы, квас живой. Я купила этот квас в магазине Пятерочка, который располагается в Адлере. И такой квас я еще не пробовала. Мне очень интересно его попробовать, написано, что он 100% натуральный, традиционный, и все в таком духе, специально подготовленный, сделано. ООО Фонтан, Россия. Ой, слушайте, написано, сделано вообще в Москве. Надо же, квас из Москвы продается в Адлере. Как любопытно. Я думала, что он будет сделан где-то здесь. Но, тем не менее, я почему-то такой не пробовала. Хотя я из Москвы. Вот такая вот любопытная история. Ну, давайте попробуем этот квас. Когда я его открывала, кстати, из него вспенился квас и чуть было не убежал. Мне пришлось открывать его в ванной. Очень вкусный квас. Сильный хлебный привкус. Сладкий. Совершенно какой-то негазированный. Ну, по крайней мере, газики не чувствуются. О, почувствовались газики. Я бы так сказала, средний газированный квас. С очень насыщенным сладко-хлебным вкусом. Как будто вы ешь и едите булочку. Такую, знаете, сладкую булочку. Сильный вкус. С таким квасом я бы не стала есть окрошку, потому что в окрошке и так много вкуса, разных продуктов. И для окрошки желательно подбирать квас с неярко выраженным вкусом. Вот. Такой квас лучше просто пить сам по себе, как отдельное блюдо. Прямо замечательный квас. Мне он очень нравится. Редко можно встретить такой вот яркий, разнообразный, янтарный какой-то вкус. При этом в нем совершенно нет вот этого привкуса пива. Знаете, бывает такой квас, который отдает пивом или немного даже каким-то алкогольный привкус. Здесь вообще отсутствует такой привкус, что мне тоже очень нравится. Он как-то так, видимо, сделан, что совершенно не чувствуется вот этого пивного привкуса. Он именно квасной привкус, такой хлебно-булочковый какой-то. Отлично, понравился. Попробуйте обязательно этот квас, если у вас есть где-то поблизости. Если вы любите квас с ярким, сильно выраженным квасным вкусом. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой квас ваш самый любимый на сегодняшний момент. Я обязательно тоже пойду, куплю этот квас, попробую. Я обожаю квас с детства. У меня самые такие приятные воспоминания, когда я жила в Рязанской области, приезжала к своей прабабушке. И там такие были бочки, знаете, квасные бочки. И ты приходишь к этой бочке, тебе наливают квас в такие бидончики. И, в общем, я так любила этот квас. Он именно вот какой-то такой был, как мне кажется, такой с ярким вкусом. И чем ниже он уходил в бочку, тем сильнее был вкус, потому что снизу был, видимо, какой-то осадок, и он давал еще больше вкусом. В общем, такой яркий, интересный вкус. Расскажите какую-то историю, которая у вас связана с квасом. Мне будет очень интересно ее узнать. До скорых встреч! Всем приятного аппетита! Пока!